ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы описали, как правильнее всего участвовать на утреннем уроке. Это состояние. Правильнее всего участвовать в внутреннем уроке — это то, что я думаю, как я стану ближе к товарищам, как можно больше, насколько я пробуждаю их, подталкиваю их вперёд, привожу к объединению между ними. Как раз когда я получаю все разрывы, которые есть между ними, слабость, посмотри на них, как они все выглядят сегодня, все спят, все просто находятся в отрыве в каком-то виде от других и от цели урока. А я здесь чувствую, насколько я обязан. Я тоже нахожусь в таком состоянии. И также их состояние влияет на меня. Но как я могу пробудиться, очнуться, подняться и дать им какую-то инъекцию, чтобы начали жить, чувствуя состояние в правильном виде, что именно эти состояния, как преимущество света из тьмы, преимущество света из тьмы, насколько тьма, слабость, путаница, беспомощность, они больше и ощущаются таким образом. Вследствие этого я именно, когда постигаю свет, я постигаю его во всевозможных формах правильных, настоящих, возвышенных. И это то, что важно мне. Это то, чему я должен научиться. И здесь я начну видеть, так что называется верой выше Знания, когда я могу всегда поднимать себя из состояний самых плохих, самых ничтожных. И именно эти состояния, они именно строят меня, потому что все мои килим разбиты. И насколько они пробуждаются, я стараюсь выполнить их, направляя их к правильному объединению. В соответствии с этим я исправляю свою душу. Можно ли сказать, что на протяжении урока всё, что вы сказали, должно быть в мысли, а потом я должен делать? Потому что сейчас я не могу ничего сделать из того, что вы сказали, только думать об этом. Ты можешь всё. Не думай, что ты этого не можешь или этого не можешь. Во всём пытайся сделать всё. Возьми пример у младенца, когда он, даже если не может, не способен, так мы взрослые понимаем, но он не согласен с этим. Он делает своё, и нам нельзя ему мешать. Вот так. И тогда всё, что он думает, он думает, что он может сделать всё. Это хорошо. Это правильный подход к жизни, а иначе мы не развиваемся. Мир относится к упрямцам, которые говорят, «Да, я могу». Вот и всё. Конечно же, не нанося вред другим, но в положительном виде, но мир относится к таким дерзким. Наглость по отношению к небесам — это очень почитаемая вещь. Когда Творец создал все возможные препятствия, а я не согласен с ними, я хочу пройти, перепрыгнув их. Об этом. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok